Девочки здесь сидят и делают анкеты свои. Я им рассказала, как я раньше в детстве делала анкеты с подружками. Так, вот раз, и все. Это для скраббукинга. Ксюша плакала уже здесь, и поругались, и помирились, и опять поругались, и поплакали. Ну, что ты расстраиваешься? Магит, осторожно, чтобы он не ударился об эту голову. Вот так вот у нас весь снег уже и растаял. Собираем остатки. Ты наш погачий. Что же вы так горячите-то? У меня уши болят уже, честно. Тут такое еще, это... Что, замерзли уже? Давай, делай. Мама, мама, вил, вил, вил. Вил, вил, вил. Ты растяжку делаешь? У тебя что-то это, занесло не туда. Осторожно. Она помочь сейчас. Тихо, ей на грудную клетку-то нет. Ты на нее не ложись. Ты не паровозиком. Вы куда поехали? Я? Карлиночка, капюшиночку надень, пожалуйста. Ты шапку где сняла? Я? Мама! Так, девочки, будем елку убирать. Ребята, напишите в комментариях, кто уже елочку убрал. И мы будем убирать елочку, да? Я не вижу ваших рук! Я не вижу... Ты что себе накрутила? Я не вижу вашей радости, оптимизма. Давайте убираем. Сейчас принесу коробки. Будем складывать игрушки. И все, зимний декор уходит. Хотя зима еще не закончилась, но все равно. Снимайте вот эти. Которые, да. И это потом снимешь. Сначала игрушки убирай. Макси! Не снимай пока. Их я в пакетик положу. Потому что они пластмассовые. Макси! Маменька. Фонарики. Подожди. Почему она там вверх пошла? Нет, потому что это было здесь на вверху. Надо вместе их соединять вот так вот, чтобы они поместились вот так. Ну, закрываем. А скотчем? Скотч неси, надо скотчем заклеить. Ты что здесь сидишь одна? Ребят, снова привет. Снимаем уже второй день. Первый день снимали, потом увлеклись съемкой нашего сериала. И совсем забыли про влог. Так его и не досняли. Поэтому сегодня у нас второй день. Маргарита только пришла со школы. Да, Ксюшка сегодня до 4. Она на плавании. Маргарита здесь не знаю, что сидит. Смотри, ты видела вот эти штучки? Может тоже приклеивать. Да, я хотела их. Нет, их можно еще сделать. Или вот такие, смотри. Поднимечок сидишь заполняешь. Или вот сюда. Раз ты уже здесь написала, видишь, у тебя просвечивает ручка. Значит, сюда можно что-то наклеить. Такие вот штучки тоже. Можно приклеить что-то туда. Потом сверху либо написать, либо наклеить. Пешки. А, вот эту штучку я делала. Так вот раз. И все. Это для скрапбукинга. Так вот куда-нибудь наклеиваешь на тетрадочку или в книжку. Потом она так вот открывается. Работает принтер. И вот сюда можно клеить фотографии. Чтобы скопировать. Да, потом вот так вот раз. И закрыли. Ну да, тут что-то написано, либо фотография. Да, вот тут она будет приклеенная, уголочек. И там внутри можно тоже фотографии наклеить. Девочки, тут рукодельничают. Кстати, сколько раз уже ее стирали и не смывается. А где, кстати, эти маркеры? Они у меня там лежат. Да? Они еще рисуют? Да, они живы. Может, кушать будем? Девочки здесь сидят и делают анкеты свои. Я им рассказала, как мы раньше... Как я раньше в детстве делала анкеты с подружками. Называлась она «Анкета для друзей». Наверное, многие знают. Здесь она свою фотографию наклеит. Здесь она написала правила анкеты. Конечно же, они пишут на немецком языке, потому что друзья у них на немецком говорят. Ксюша тоже написала правила для анкеты. Мне очень интересно, ребят, напишите в комментариях, кто ведет такие анкеты, у кого они есть. Мы их вели еще, когда я была маленькая. Когда я училась, помню, во втором, в третьем классе начала я их делать. И мне очень интересно, если сейчас дети делают такие анкеты, либо они покупают уже готовые. Потому что у нее просвечивает. Если она что-то написала, допустим, на одной стороне, вот здесь она, видишь, написала, не было видно то, что там написано. Она просто наклеит белый листочек, и здесь дальше будет продолжать что-то писать. Если вам, ребята, интересно, то девочки могут снять отдельное видео по своим анкетам для друзей. Что ты здесь хочешь делать? Десять фактов. А, десять фактов? Ну, напиши на немецком «Десять фактов обо мне». Ой, подожди, подожди, отклеивай, отклеивай. А, ничего страшного. Ты по всем краям сделаешь или только здесь? Я думаю, что по всем. Здесь тебе придется тоже что-то наклеить, чтобы либо просто белый лист бумаги. А, ну вот, смотри, например, видишь? Это мои! Да ладно, какая разница? Видишь, смотри, видишь? Вот, вот, вот. Это что, твоя лошадка, что ли? Можно поняшку вырезать? Вот еще поняшку вырезать. Я хочу поняшку вырезать. Мы уже сколько часов сидим здесь? Часа три, наверное? Да. Ксюша плакала уже здесь. И поругались, и помирились, и опять поругались, и поплакали. Я не плакала. Ксюша плачет. Ребят, вот скажите, что у Ксюши очень красиво получается. Смотрите, как она украсила. Ксюша плачет, потому что она думает, что у нее некрасиво Смотрите Вот это она сама писала, я ей не помогала Ну да, я иногда помогаю, ты же меня просишь Это она сама написала Ксюша, это хорошо, что мама тебе помогла Тут баночку я ей помогла нарисовать Но она же постарше тебя, зайка Ну что ты расстраиваешься? Ты сама сделала Все наклеила Красиво очень, очень красиво Что тебе не нравится? Мы здесь заклеиваем Сверху белой бумагой Потому что Листочки очень тоненькие И когда что-то пишет Да, просвечит Поэтому мы решили, что мы сверху будем приклеивать Белый лист бумаги Тогда они будут поплотнее И можно что-нибудь писать и рисовать Каждая девочка, которая будет заполнять Эту анкету Она будет здесь рисовать сердечко Здесь тоже не хватает украсить Надо чем-то Нарисовать или что-то там, не знаю Я тоже А тут А здесь оставить поцелуйчик Кроме мальчиков, конечно Кроме мальчиков Она уже за губами накрашена Она уже с губами накрашена А ты как нарисовала Написать, кого ты любишь Время восемь Время восемь часов А я себе только сделала одну руку А вторую не успела Потому что меня девочки Замучили уже Своими Панкетами Я, главное, им дала идею И теперь это Они меня мучают Мама, сделай это Ты что, хочешь поменять ножницы? Да Нормальные Чтобы они открыли, да И такая страничка яркая была Нет, допустим, не так А вот так, да Она будет вот так вот И потом здесь еще одну наклеишь Здесь, чтобы все заполнилось Где? На школе Почему она так садится? Не знаю Учительница не может так садиться? Почему? Не знаю Она так садится Это как-то неприлично Непедагогично Нам можно сидеть, как мы хотим Ну, так вы же дети Да, и ученики тоже должны сидеть Вот так за партой, как принято Ручки сложили Что, не складываете так? Я иногда вот так сижу И тебе ничего не говорят? Нет Правда? Иногда я вот так сижу Нам можно сидеть, как мы хотим Правда? Да Мы всегда сидели Спинка прямо Ножки внизу Ручки на парте вот так сложенные Нет, нам нельзя было Ни ноги подгибать Ни ложиться на парту Никак вообще не облокачиваться Так, ладно, все Я пошла укладывать малышей Спокойной ночи Всем пока Ладно, все Все, пока, ребятки Всем пока-пока Всем спокойной ночи Все, пока-пока